В Пресском государственном техническом университете ажиотаж с самого утра. В стенах вуза взволнованы абитуриенты, среди них и Иван Туз, потенциальный первокурсник факультета электронно-информационных систем. О выборе учебного заведения долго не думал. Важную роль сыграла престижность и местоположение вуза. Вчерашний одиннадцатиклассник приехал со своей группой поддержки. Отец не понаслышке знает и помнит стресс, который пережил в свои годы поступления. А потому для него важное дело в эту минуту быть рядом с сыном. От выбора будущей профессии зависит его дальнейший путь. Путь во взрослую и самостоятельную жизнь. Я еще давно когда-то решил, что свяжу свою жизнь с физикой, математикой. Мне это интересно. Я считаю, работа должна быть потом в будущем интересна, чтобы это не было рутиной. Я долго готовился. Я считаю, каждый, кто идет к цели, он сможет ее добиться. Главное это настойчивость, уверенность в себе. Я подаю документы в Брестский государственный технический университет. Я слышал много чего хорошего о нем. Слышал, что он катируется по республике. Я считаю, что я смогу стать специалистом в своей области. Несколько лет назад, когда он определился с твердым, скажем, уверенным решением, пришел к нам и сказал, что я хочу учиться в высшем учебном заведении, мы, скажем, всесторонне его поддерживали. То есть, ну, мы обеспечили, скажем, доступ к каким-то учебным базам, мы обеспечили там необходимость репетиторов. К сожалению, в наше время без этого никак. То есть, некоторые предметы он подкреплял, ну, ему помогали готовить репетиторы, некоторые он готовил сам. Ну, результат нас порадовал. Всего в Брестском государственном техническом университете планируют зачислить в 2019 году порядка 1300 человек на все формы обучения. На сегодня подано более 1000 заявлений. Хороший показатель и говорит о многом. Контрольные цифры плана приема на бюджетную форму обучения практически выполнены. По сложившейся традиции, наибольшей популярностью пользуется факультет электронно-информационных систем. Особенностью этой вступительной кампании станет открытие военной кафедры. Ведется активная работа по открытию военной кафедры у нас в университете. Министерство обороны дало нам уже разрешение на открытие. И абитуриенты, поступившие в этом году, с 1 сентября следующего года смогут уже начать обучение на военной кафедре. Это дает им преимущество. Военная кафедра будет работать по двум ступеням. Если они обучаются год, им остается служить в армии 6 месяцев. Если они прошли полный курс обучения 2 года, они тогда получают на выходе военный билет и уже в армию не идут. С 9 утра члены приемной комиссии Брестского государственного университета имени Пушкина на страже. Ждут своих абитуриентов. Сегодня сделать профессиональный выбор в сторону той специальности, которая станет проводником для молодых людей на протяжении жизни, шаг, прежде всего, обдуманный и взвешенный. Серьезно к теме будущей профессии отнеслась и Дарья Чешун. В планах девушки стать преподавателем иностранных языков. День подачи документов теперь особенный для нее день. Одновременно тревожен и радостный. Закончила Рудскую школу. День очень волнительный и ответственный для меня. Готовилась достаточно успешно к немецкому языку. Поняла с 9 класса, что у меня есть какая-то тяга к иностранным. И решила поступать по этому направлению. Я считаю, что я пройду на эту специальность, потому что достаточно хорошо подготавливалась. Университет выбрала этот, потому что сестра училась и какой-то он мне уже родной стал. И недалеко от дома. Ее издавна уже была такая тяга к иностранным языкам, поэтому решили не останавливать ее. Чтобы она поступала именно в то направление, в котором ей будет нравиться в дальнейшем. Устроить свою жизнь и профессию. Готовилась она очень усердно. То есть и вечерами сидела, и репетиторство посещала. Поэтому она вот сразу же настроилась на этот факультет и только вот сюда. Потому что нравится, видимо. Пало дистантное, очень даже неплохое. Поэтому решили именно сюда. Любой выпускник обязательно найдет специальность по душе и призванию. В Брестском государственном университете имени Пушкина есть что выбирать. 10 факультетов, 38 специальностей. Согласно плану набора, на первую ступень получения высшего образования, учебное заведение пополнится 1100 первокурсниками. Несмотря на то, что цифра большая, она вполне реальная. Есть статистика, которая постоянно обновляется три раза в течение дня, каждые три часа. И результаты этой статистики действительно нас радуют. На некоторые специальности создан по-настоящему высокий конкурс. Здесь хотелось бы сказать, что на дневном отделении сложился высокий конкурс. На специальности к биоэкологии это практически 3 человека на место. В современной иностранной языке английский, немецкий, почти 4 человека на место. Лидер по конкурсу это специальность психология, 5 человек на место. Ну и также с небольшим отставанием 2 и 3 человека на место идут специальности физическая культура и логипедия. Прием документов на дневную и заочную форму получения образования за счет средств бюджета продлится до 17 июля. На платной основе до 4 августа. Работа комиссии продолжительна с 9 утра и до 18 вечера без обеда и без выходных. Подробную информацию о ходе подачи документов можно найти на сайте университета, а также на стендах в холле.